У нас помидорчики здесь, евро девяносто девять Лауки, как типа кабачка что ли Черешня, четыре девяносто девять, кстати дешевле чем в Италии Что-то я тоже не поняла откуда эти конфетки Ну написано, вуфер лепсту Для чего ты живешь? Вуфер лепсту Франц не знает Фермин, вот видите как хорошо, он живет для меня А Франц атеист Привет друзья Привет девчонки и мальчишки, на связи Лена Привет Уже две недели как мы приехали из Италии И никак не можем выйти на связь У нас то жарко, то дождь И проблемы оказывается Пока я путешествовала по Италии У меня карта просрочилась Мы этот вид на жительство или как они тут называют Дауэр, ауфенхальт, эу Поэтому приехав из Италии, можно сказать нелегально И мы окунулись вот в эту всю бумажную катавасию В общем получается так Все документы собрали Я каждые пять лет продлеваю мой этот дауэр Но возникла проблема Так что не знаю Дадут, продлят мне эту визу или нет Запросили у нас документы Где я все эти пять лет пребывала В Австрии или еще где-то Ну и выписку из медицинской страховки Как часто я обращалась И лечилась ли я здесь в Австрии Не знаю для чего им нужны эти бумаги Для меня это полная такая неожиданность Ну посмотрим чем наши дела эти решатся Нет, поедем домой Будем снимать там уже видео в России А сегодня мы с Францем Кардиналь вас А сейчас мы в пятнадцатом районе Кардиналь Раушер Плац Хотели показать вам здесь местную церквушку Совершенно обычную И зайдем в итальянское В итальянское кафе мороженое Посмотрим какие цены Ну и поностальгируем с Францем об Италии Церквушка совсем простенькая Восемнадцатого века Церковь называется Католишекирхе Рудольсхем Церковь во всей красе Давайте войдем в эту церквушку Посмотрим Совершенно обычная церковь Церковь хотя и новая Но со своим шармом Иногда я остаюсь на мессу Чтобы послушать орган Здесь батюшка из Хорватии Кстати, меня всегда удивляли Католические храмы Вот такими вот музыкальными инструментами Такая вот обычная Районная церковушка В Вене Ничего особенного Но она такая приятная Вот мы с Францем стояли в церкви И разговаривали Чем же отличаются Итальянские храмовые постройки От австрийских Франц не знает Вот говорит Такая какая-то другая атмосфера Не знаю, я тоже не могу сказать Единственное, что мы в Италии Не везде были в церквях Но вот были в Порто-Круара Там храм такой какой-то Знаете, вот обжитой Побольше людей Хотя там тоже была церковь такая Городская Не какая-то там известная Но вот в Австрии В центре, конечно Там туристов больше А вот в таком вот захолустье В спальном районе Мало народа Стало ходить в церковь Этот район Да, рабочий Обратите внимание Сами В основном Кто сидит В амочке И пожилые А мы с вами пришли К итальянскому Кафе Кафе мороженое Но народу много Мы здесь ни разу не были С францем Сейчас Попробуем И посмотрим Что за Кафе мороженое Алло Хочу показать вам Мороженку Таких только сортов Здесь нет Написано, что это Итальянское Кафе мороженое Представляете, даже в Баунте есть Вот так Можно купить так же и домой Четыре сорта Пол литра Девять пятьдесят Два литра Десять сортов Двадцать девять пятьдесят Приятное Кафе мороженое Можно так же и стаканчики купить Рационеры не работают Они здесь все экономят Да, и очень-очень жарко Сегодня даже не так жарко Как Очень-очень душно В Франции вот такой вот Мороженица Принесли А у меня Айс-кафе Кафе мороженое Называется Джимми Кафе мороженое В Франции Я хочу Называется Кафе мороженое Кафе мороженое Да Мы с Францией В Италии Очень много мороженого Различного Перепробовали Здесь, хотя и стоит что-то итальянское кафе-мороженое, но на вкус больше такое со льдом в Италии другое мороженое. Не хуже, не лучше, но другое. Мне больше нравится итальянское. Вот, вкусно. Ммм. Сколько урок нет, Сиквитя? Нет. Спасибо. Все, друзья, мы вышли из кафе-мороженого. Франц заплатил 12 сурок за мой айс-кафе и за свои 4 шарика. Ну, как джентльмен истинный. Дал на чай пару евро. Но мороженое, правда, было вкусное. Там мой айс-кафе был тоже замечательный. Сейчас мы зайдем с вами в русский магазин. Мне нужна гречка. Мы что-то подъелись. Покупаю гречку я только в русском магазине, потому что в таких магазинах она дорогая. Там подешевле. И зайдем в Урстико. Это такой магазин-холодильник, где продают мясные изделия. Ну, посмотрим, какие там цены. Так что мы с вами не прощаемся. Мы с вами идем по улице Мертштрассе. Франц говорил, что раньше здесь была торговая улица. Сейчас вообще, господи, чего ты только не встречишь, не увидишь. Хаккенгассе. Магазинчик русских товаров. Вот сейчас мы сюда и зайдем. По матрешкам можно узнать конфетки. Ну, такой небольшой магазинчик здесь. Но здесь можно найти тульские пряники. Даже я не знаю, откуда этот тульский пряник привезен. Но вижу, что здесь есть пальмовое масло. Мне этот магазинчик очень нравится. Сюда мы постоянно с Францем заходим. Можно ими прямичками подкормиться. Вот, пожалуйста. Здесь можно купить знаменитый Иван-чай. Творожок. Из молока, из ЕС. Ну, это литовский творог. Не знаю, не пробовала я. Пробовал кто-нибудь. Вкусно. По цене евро 99. Кстати, здесь 200 грамм. Так, еще один творожок. 16% жирности 275 грамм. Написано, что деревенский. А вот из какой деревни, непонятно. Вы, кстати, австрийцы. Они с пивом воблу. Не понимают, что это такое. Я Францу предлагала попить пиво с воблы. Он не оценил. Не понравилось ему. Еще какой-то тортик. Сметанник называется. Это же, по-моему, с Украины. Наполеон. В общем, чего тут только нет. Вот еще шоколадки Аленки. Так вот я никак не могу разглядеть, откуда эти шоколадки. евро 99. Друзья, посмотрите, сколько здесь различных косметических товаров. Различный крем, бальзамы и настойки. Кстати, вот масло чистотела. Все по 3,50. Масло череды. Вот, кстати, у кого бородавки, масло чистотела, замечательно смазывать. А, кстати, зеленка есть. Вы представляете? 6,99 наша зеленка. Хотя здесь, в Австрии, в аптеке ее не купишь. Духи Красная Москва. 25 евро. Дегтярное мыло. Тоже не видела, появилось здесь. О, народ помнит кто-нибудь огуречный лосьон для лица. Есть валерьянка. За 3 евро. Но вот в России она какая-то желтенькая. А это какая-то горчичного цвета. Вот первый раз я вижу исламская медицина. Травяной сбор. 15 евро. А что это за травяной сбор? Непонятно. Сдела ходила, гречку забыла. Франц все уже стонать стал. Я покупаю вот такую вот гречку. Она мне нравится. 800 грамм. Еще есть такая гречка. Другая мне больше нравится. День плач. Зайдем еще посмотрим ценную курс тега. Мы с Радоцем сюда часто заходили. Да, это как бы большой магазин-холодильник. Но мне кажется, что сейчас здесь тоже похуже стало. Кстати, вот фирма Радоц. Вот очень хорошая фирма. 400 грамм колбаски. Это другая цена. Да, вот с ценами здесь, чтобы найти цены. Это очень довольно-таки загадочный. Кейзе ворст. Вахта на секундочки. По цене 3,99. 400 грамм. Вот нравится она мне. Это колбаса. Это вот не жир. Это сыр. Путал. Это польская. Вот эта вот колбаска. 3,99. А, да. Кейзе ворст 5,29. Нифига себе. Посту кезе ем. Представляете, как подорожало. Убили. 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 Да, 400 грамм. Офигеть. Что-то такое за 3,15. А, это бекон. Здесь очень много различных колбас. Сосиски. Кстати, вот такие вот сосиски. Это, по-моему, для гриля. В Италии мы видели в магазине Винар. 2,99 стоили. Вот такая же большая упаковка. Посмотрите, сколько здесь в Австрии. А здесь у нас мясо. Свининка. Свининка. Что-то тут закрыто. 6,99 за килограмм. Кабаноси. Маленькие такие. Калабаски. Вот такие вот. Кстати, очень вкусные. 11,99 за килограмм. Покупала я на проб вот такую вот сметану. 2,49 евро. В этой упаковке 750 грамм. Не знаю, друзья, 20% жирности. Но она мне не понравилась. И опять-таки. Свининка. По 6,99. Астуги Зейн. Вот, друзья, какой-то я такой сыр нашла. С оливками. Астуги Зейн. Первый раз я так вот... На, это кези. Металином. На, что я здесь покупаю охотно. Так это копченый сыр Гауда. 400 грамм. По цене... 4,99. Мы с францем покупали вот такую вот колбаску. Очень-очень вкусно. Да, мы покупали ее и в Италии. В Италии было намного дешевле. А здесь в распродаже в акции 4,99. Ну, друзья, я не знаю. Я вообще как-то в таком этом расстройстве. Скоро мы с францем будем в одних акциях затариваться. Все, друзья, мы двинулись с францем домой. Надеюсь, вы с нами очень хорошо прогулялись. В конце недели мы собрались в Зальцбург, Хельбрун. Хотели посмотреть ни разу. Мы там не были. Это парковый комплекс. И дворец там есть. Так что впереди ждут интересные путешествия. До встречи. Всем всех благ. Пока. Пока.